вот ребята смотрите серебряную шкатулку принесли 650 евро просит ручная работа царь царин рай чё скажете тут камень какой-то еще вставлю сейчас открою еще покажу вот смотрите пробую видно что интересная вещь такая вот старая кружечка красивая еще что есть вот польская 30 евро монетка терта очищена специально для славика из варшавы приветствую вас друзья ну вот как всегда я дома и по традиции делаю для вас обзор своих приобретений покупок которые я совершил на слете нумизматов я сегодня в городе штутгарт купил я в принципе немного потому что у меня носу поездка в город мюнхен который состоится после завтра то бишь в субботу кстати у кого есть возможность и желание присоединяйтесь приезжайте я думаю там каждый может найти себе что-то по вкусу в общем в любом случае вы не пожалеете поэтому я приобрел всего несколько знаков одну монетку и в общем все в принципе перед вами чуть говорит давайте послушаем так я приобрел три знака вернее три значка или знака не знаю как кому как удобно вот такой вот знак это военно-морской флаг крикс марины такой патриотический и название города вильгельмс хаффин то есть это какой-то порт ну вот такая вот брошь с эмалями красивая не как-то бросил вырасти что понравилось по состоянию и просто по красоте по цвету вот я ее взял я взял все три знака поэтому я скажу в конце почему я заплатил общую сумму вот я нашел в интернете такую точно такой же не нашел но нашел такой же но с надписью город кель из него там просили 35 евро как то вот так вот это вот первый знак потом не купил вот такого значок просто мне чисто понравился из-за состоянии за эмалий тут видите написанная раз ферзам люнг дойче феррайнс газ он 2 сарфах мэна то есть это город манхайм или мангейм по-русски он находится в принципе с не очень далеко в часе езды на машине и вот здесь изображая такая вот водонапорная башня это в принципе единственное что после войны сохранилась в этом городе потому что он был очень сильно но его бомбили он был практически весь разрушен и вот эта башня водонапорная она единственное что сохранилось и осталось символом города мангейма или манхайма рядом с ним находится город лидвиксхаффен в котором располагается штаб-квартира химического концерна бсф или бас как мы привыкли его называть вот и вот такой вот знак видите это союз специалистов по газу и водоснабжению скажем так и тот седьмой год эмали я не искал в интернете что-то знак стоит видите на есть причем из такой переделанный нашел на ebay в намного более худшем состоянии такой значок тоже такие с такой переделка кстати и он ушел там за 9 евро ну не показатель потому что он там был намного хуже а я чисто мне он очень понравился внешне из-за эмали и за красоты я его просто купил остался не знаю посмотрим буду продавать не буду еще не решил ну скорее всего буду конечно но не за 9 евро вот такого значок и вот вот этот вот значок он самый интересный на мой взгляд в да и тагунг тагунг это такие дни как говорится гамбук 35 год такие красивая эмаль и вообще не порождена что это за значок я не нашел нигде я так помню что он очень редкий ну просто мне понравился в этот орел он напоминает символ ада c то есть такой компании страховой довольно известных германии но не совсем поэтому не знаю этого чайка не орел а чайка и извиняюсь но очень такой красивый знак я нигде не нашел поэтому предполагаю что решили дорогое есть клеймо производителя сделан соответственно в гамбургере в гамбурге карл давайте прочитаем карл вайлд или кайл вильд в общем сделал знак не знаем вот как бы купил на самом деле вот больше всего метод знак понравился вот за эти три знака я отдал 90 евро то есть по 30 евро в среднем за знак ну конечно это вот знак самый дорогой вот потом это я купил не на слете это брошь не знаю может у вас уже ее видел эту брошь купил на барахолке мой хороший друг роман и она мне очень понравилась он скилл мне фото и я прям загорелся и он мне ее по такой дружеской цене практически за бесценок продал поэтому большое тебе спасибо роман кстати у романа есть свой канал подписывайтесь он тоже принципе мы с ним работаем вместе 90 процентов нашего времени ну вот по ходу по барахолкам и по всяким слетам мы сделаем все вместе и него тоже свой канал называется он барахолка не только как разбогатеть ссылка будет в описании под видео поэтому переходите он тоже делать прикольные видео по барахолке вот эту эту брошь красивую он нашел на барахолке купил я очень дешево и соответственно мне тоже очень дешево продал но я с ним договорился что если это дорогая то есть я решил что я это про эту брошь буду проверять то есть если кто-то знает пишите пишите в комментариях какой это век год что это за камень или кто это чья работа какого мастера золото не золото не золото скорее всего так или иначе в общем роман этот эту брошь продал я ему сказал что если она очень дорогая то конечно мы прибыль поделим по честному скажем так по-братски поэтому еще раз роман спасибо тебе большое и вам рекомендую канал переходите как я уже сказал ссылка будет в описании под видео вот такая вот брошь решил вам еще раз показать очень красивая реально очень красиво мне очень нравится как-то нам не сразу никогда мне у нее показал я прямо загорелся и сказал ему что если ты будешь продавать то я у тебя куплю ее его недолго думая в общем сказал но если нравится то бери вот так поэтому роман большое спасибо вот так же я купил сегодня одну монетку монетка в принципе ничего особенно заплатил за нее 5 евро говорю вам сразу это австрия уже не одни австрия венгрии а именно австрия это 1926 год пол шиллинга я вам честно скажу я раньше таких монет вообще не видел первый раз такую встретил гнута показался любопытная на штемпельная видите пол шиллинга серебро 1926 год ничего особенное посмотрел на и мои шопе они продаются по 19 евро там есть в таком состоянии есть подешевле конечно но это именно штемпельная я взял чисто под аукцион вот и в субботу я скорее всего просто я отправлю на аукцион для не отдам там уже в мюнхене заказе как говорится вот такая вот монета кстати если уж мы говорим о монетах давайте у меня остался последний флорин который я сейчас продаю это тысяча по моему восемьсот семьдесят девятый год как вы видите он штемпельный продаю его по старой цене реально по старой такой цены и вряд ли я думаю больше не будет стоит он 40 евро поэтому если кому-то нужен за 40 евро монета будет ваша 1879 год как я уже сказал как вы видите практически монета вообще в отличном состоянии то что вы видите здесь вот такие вот вмятинки на гурте это я уже таким это встречал это ничего страшного то есть это не сама это это не проблема этой монеты это штемпель был поврежденный то есть уже и таким штемпелем печатали то есть делали монеты поэтому остались такие следы а так монета практически не ходила штемпельная монетка как вы видите вот луч бегает и как я уже сказал цена старая 40 евро таким это уже стоит намного дороже вот и я как искал папа последнюю под предлагаю по за 40 евро кому надо пишите вот но и последнее это уже опять принес мне дедушка орден отечественной войны сначала вроде бы с этой стороны вроде все нормально похож на первую степень то есть видите желтый я сначала поняла классно то есть отечественная война первой степени но когда эту вещь переворачиваешь как видите я даже не знаю что это такое кто это сделал я никогда таких не видел тут причем еще проба выбита видите почему-то никогда не было на советских наградах пробовал убитых 935 то есть якобы что это серебро но это скорее всего какая-то самоделка не знаю или переделка искать скорее всего взяли какой-то орден вот этот вот и к нему прикрепили уже вот эту вещь потому что здесь нет никаких номеров во первых до что уже странно как видите вообще без номерной такого вообще быть не может и ну это вообще ну как бы и таких броши ну я не знаю я не в общем что это такое я не знаю то есть это точно не орден отечественной войны это скорее всего какой-то под у него подделка сувенир рассчитанный на четко который вообще в этом не разбирается поэтому я сказал девушке что я это верну ну вернее я взял сказал ну окей я посмотрю дома еще раз но верну в следующий раз и я так понимаю что все его коллекция советских наград у него закончилась у него осталось буквально еще несколько штук вот и я сказал одну самых и так мои самых дорогих самых ценных не знаю принесет ли он их уже или нет еще посмотрим но вот сегодня не такую вещь принес но скорее всего как я уже сказал это не это просто очередной фуфил как говорится вот поэтому я ему опять его отдам ну вот на сегодня такое видео все я в принципе вам все показал как еще раз говорю кому нужен флорин то покупайте 40 евро как я уже сказал плюс доставка соответственно вот а так я всем желаю удачи здоровья приглашаю еще раз всех в мюнхен 2 3 марта до новых встреч и пока